всем доброго утра и у нас она получается не совсем удачным с самого утра мы собирались в больницу поскольку сегодня был плановый осмотр крестинки и и знаете что этот человек сделал расскажи я перепутала ключи от другой квартиры потому что в связке двое ключей как и наших от нашей двери и я захлопнула дверь и вышли поехали в больницу потому что опаздывали таки на дверь закрытой квартиру мы попасть не можем я на самом деле думал что сегодня будет так все транкило мы поедем в больничку и как-то день начнется спокойно потому что вчера было насыщенный я на самом деле не знаю как мы будем попадать в квартиру у меня есть в принципе идея карточка попробовать замок открыть либо через балкон лезть но через балкон у нас то балкон открытые именно вот окна а сама а сама внутренняя дверь нет и это конечно проблема я сейчас в интернете смотрю как как ее можно вообще открыть и вообще возможно ли это чтобы ничего не разбивать короче да итак мы находимся в меркодонию приехали сюда потому что тут можно взять готовую еду уже обед и мы проголодались как мы говорили в недавнем блоге то что будем жить на улице вот наша мечта свершилась теперь у нас нету ключе от дома и нам придется вот жить сегодня на улице и выживать как-то решили с крестюшкой взять апрессивного сачка добываешь курочка очень много чего интересненького поэлия паста наверно буду ты хочешь пасту я буду салатик салатик и все где-то тип в итоге решила сделать свежий салат потому что он немножко дороже стоит здесь свежие овощи я могу все положить мы нашли такой прикольный лес который находится прямо возле меркодона вот буквально смотрите пару метров и меркодона мы даже не знали что такое место есть сзади тебя через дорогу поле на котором растут маки шикарное место и мы его не замечали но из-за того что сложилась такая ситуация что сейчас домой мы не сможем попасть мы нашли такое чудесное место все вот будем как раз тут жить в меркодоне да кристинка взяла такой слад сама себе там сложила что там него входит до листья положила туда яйцо тунец овощи то помидорчик огурчик и киноа даже но выглядит очень аппетитные смотрите мы такой сачок еще взяли я себе пасту карбонара уже слюнки текут хочется кушать так что покушаем и будем уже разбираться с этой квартирой как туда попасть для меня это загадка ребята я не знаю загадка дыры как кристинка смотрит одного блогера как его зовут я забыл до вопенка и там за загадка дыры кристинка ты мне тут загадку дыры устроила я тебе должен приключения делать они ты сегодня я решила что моя очередь ну что первое наше испытание и это нужно зайти в эту дверь ребята потому что у нас тоже нету ключей подъезда как круто я думаю кто тут по подъездам звонит и что-то предлагают постоянно это крестинка тут переиграется с домом она стоит я просто боюсь что я наберу рандом на эту бабку которая меня прокляла в прошлый раз ну а тут ты точно ничего не сделаешь смотри там дверь изогнута специально да думаешь тоже карточку не смотри он где-то где-то здесь находится в этой зоне не не повторяйте это дом офигеть реально я открою 6 это вообще прям легко открою на самом деле ребят я подъездную дверь только что стоял ну часа пол дергал этой карточкой она полностью видите испортилась спасибо кстати жених что он не еда но я не смог ее открыть в итоге пришлось просто стоять я сначала название всем соседям подряд притворялся почтальоном но мне тоже никто не открыл и когда только соседка какая-то подошла мы смогли войти а тут и вообще за две секунды вот язычок подранном ходит видишь очень легко надо так что всегда закрывать ребята сколько бы стоила эта услуга ну обычно можно было по страховке мне кажется по позвони обрам двести мне кажется дальние но не думаю то что так дорого теперь можно бояться что легко открыть нашу дверь так что мы будем закрываться на несколько замков реально сколько там 10 ну ладно больше может меньше минуты а кристина кстати в меня не верила как обычно она говорит а у тебя не получится уже там собиралась я не знаю почему-то вот мою мозгу постоянно все не получится ну а у меня все всегда получится и получаются видишь да ну все буду в тебя верить я наоборот лучше не верю потому что когда ты не веришь у меня как-то лучше получается ну что оказалось совсем не сложно зайти в квартиру и мы здесь вот истине не придется жить на улице и выживать на крестишках да хотя я уже морально подготавливалась только мы узнали то что кристина оставила ключи дома мы сразу позвонили друзьям не сказали приезжайте будете у нас жить без проблем по прогнозу погоды ребята у нас ожидает просто невыносимо ужасная погода всю неделю будет дождь и вот сегодня по идее единственный солнечный день остался позвонила тани кристине и сказала то что в тарагоне сейчас проходит выставка кораблей разных старых там с пушками со всякими сегодня очень много было разговоров с родственниками с друзьями и все задают один и тот же вопрос когда будет свадьба да не успел дима сделать предложение уже все спрашивают о свадьбе на этот вопрос мы ответим на улице потому что нам уже нужно выходить потому что нас ждут таня с юрой ну да мы как обычно любим опаздывать пошли 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 потопали с этими закрытыми дверями мы совсем забыли сказать большое спасибо всем кто написал в комментариях нам пожелание было очень приятно читать столько комментариев все перечитали и было очень эмоционально знать то что столько людей следят и желают добра это клёво спасибо ребят спасибо большое многие написали что прослезились что вызвало много эмоций для нас это прям вообще очень приятно круто да было столько пожеланий кристинка сама несколько раз пересматривала и плакала я пересматривала и каждый раз я смотрю этот момент когда дым и предложение у меня просто слезы наворачиваются на глаза я не могу контролировать свои эмоции так что круто что у нас еще стало больше и хотел напомнить вам то что не забывайте нажимать на колокольчик потому что это очень важно иногда youtube может не показывать видео когда мы его выпустили может показать через несколько дней как у наших друзей иногда бывает так что обязательно прямо сейчас нажмите на этот колокольчик всего лишь 10 процентов из наших подписчиков нажали на него и давайте сделаем эту отметку выше чтоб я уже посмотрел завтра статистику и было намного больше процентов и я обязательно вам об этом скажу будем продвигать канальчик да вышли с дома кстати и таня с юрой нас походу обманули еще не подъехали а мы тут теперь ждем в общем они решили нам пранк сделать смотрите какую штуку кстати заказал с алиэкспресс давно заказал и вот сегодня хочу протестировать как-то подставляешь к объективу и она отражение делает такие прикольненькие резать и кемка я не понял я думал сейчас такси будет а ты без кемки привет да не на тебя тоже кольцо с аман там смотри ой на предложение тебе юрец передал как тебе бриллиант нормально так да нет нет давай мальчик мальчик вся иголы короче но и поэтому я дала розовую шашку где ты нам слезы плачь не ну что вот эта причина по которой мы здесь ты счастлив я увидел чёрную жемчужину чёрную призрачный юрец воробец юрец воробец ну там ты тоже счастлива да красиво и в принципе счастлива все все насчет свадьбы вопрос почему ты кстати не спросила когда у нас свадьба все спросили а ты не спросила как так ты тебя тебе все равно ты всегда придешь на нет да на самом деле когда делал предложение руки и сердце я даже не думал когда у нас будет свадьба и ну то есть я так поэтапно сначала сделал предложение а потом уже что будет то будет но у нас два на самом деле варианта скрести это делать свадьбу когда вот с животиком крестюшка либо уже когда появится девочка до дочечка думаешь после что платье там я думаю я думаю она вряд ли что-то поймет крестин так будет знатно ближайшее время мы просто распишемся но на самом деле я не знаю как это все происходит то есть некоторые говорили то что нужно именно расписаться если у меня нету документов в украине нет тут я не могу это сделать спишешься ты потом можешь подать на воссоединение семьи и кристина по своим документам сможет сделать тебе документ то есть так нужно делать да ну мы думаем через ребенка потому что получается через год если он будет с моими документами получается ребенок он получает гражданство через год так что у нас такие проблемы с документами поскольку у кристины есть испанские доки а у меня нету я нелегальный в общем и если у вас есть уже опыт в этой теме и вы знаете как лучше поступить пишите обязательно в комментариях будет интересно почитать и будем вот разбираться мы тут идем я увидел фотографию там где дрон ищу смотрите это вообще 100 процентов точно похож смотрите какую мы тему нашли с юрцом вместо маски просто берешь пустой стаканчик и хочешь рабочая тема да мы уже с крестюшкой дома покушали и настало время для десертика смотрите что-то с крестинка готовит смузи-болы такие вот прикольные мы купили очень вкусный манго да манго реально крутейший сочный да кстати купили его пакистанцев да я обожаю обгрызать косточку потому что это самый сочный сок так что на этом денек наш заканчивается я разговариваю у меня волосы от манго в зубах так что всем пока спасибо что были с нами и до новых встреч субтитры сделал DimaTorzok